Я приветствую вас в своем видеоблоге, посвященном натуропатии. И сегодняшняя тема посвящена лекарственным грибам при раке и при опухолевых заболеваниях. Итак, давайте начнем более детально смотреть на эту проблему. Прежде всего необходимо оговориться о том, что использование натуропатии при онкологических заболеваниях имеется в виду не как замена основных стандартных методов лечения опухоли. Это хирургический метод, это лучевая терапия и химиотерапия. И также гормональная терапия. Методы натуральной медицины используются как во время этих стандартных консервативных методов, так и после. Существует огромное количество грибов с лекарственными свойствами. Основной фактор, почему широко используются грибы с лекарственными свойствами, это то, что они содержат в своем составе очень много полисахаридов. Эти полисахариды способны активировать иммунитет. И в том числе противоопухольный иммунитет. Важно делать отличия между диетическим использованием лекарственных грибов и медицинским. Все дело кроется именно в дозе, которую вы назначаете, или назначает опытный фитотерапевт или врач. Так, например, известно, что кардицепс обладает по вкусу такими же свойствами, как и кофе. То есть, его очень можно легко заменить на кофейный продукт. На рынке сейчас имеется продукт, который по вкусу не отличить от кофе в форме кардицепса. Итак, медицинские грибы действительно обладают противоопухолевыми свойствами. Но основной секрет кроется именно в качестве продукции. А это качество настолько отличается на рынке, что необходимо быть специалистом по технологии приготовления этих медицинских грибов, чтобы понимать, что можно использовать, а что нельзя использовать. Я смею вас уверить, что 90% того, что продается в аптеке из медицинских грибов, из лекарственных грибов, оно не обладает теми свойствами, которыми приписывают. И это связано с качеством продукции. Наиболее эффективные медицинские грибы произрастают в диком виде. То есть, они находятся в природе, в своем естественном состоянии. Когда растение или гриб находится в природе, она способна аккумулировать максимум биологически активных веществ. Поэтому это и самое дорогое сырье, то, которое получено в диком виде. Соответственно, вы понимаете, какая высокая цена этого сырья, которое было собрано в диком виде, и в том числе медицинских грибов. Очень важно, чтобы сохранялось в технологическом процессе получения медицинских грибов плодовое тело, то есть, сам гриб, чтобы он не разрушался. Тогда он осуществляет максимально свой эффект. Итак, первый наиболее эффективный вид медицинских лекарственных грибов – это те, которые произрастают в диком виде. Следующая разновидность – это лекарственные грибы, которые получают в культурах клеток. То есть, клетки данного гриба культивируют, и культура клеток выдает биологически активные вещества. Как мы знаем, это в основном бета-глюканы, которые и усиливают противоопухолевый иммунитет. Третья разновидность качества медицинских грибов – это экстракты. Практически 99% имеющейся продукции – это экстракты из лекарственных грибов. Это прежде всего связано с тем, что они являются наиболее дешёвыми. Но если это настоящий экстракт из лекарственного медицинского гриба, то на нём должно быть написано, сколько конкретно в процентах или в количественном отношении содержится действующих веществ, например, бета-глюканов. Следующая разновидность медицинских грибов с технологической точки зрения – это нутрицептики. По сути дела, это комбинация синтетического препарата с растением, в данном случае с грибом. То есть для нутрицептиков из медицинских грибов используется натуральная часть самого гриба плюс синтетический какой-то носитель. Это как раз и позволяет сделать более биодоступным этот лекарственный гриб. Но необходимо сказать, что нутрицептики на основе лекарственных грибов по сути уже приближаются к лекарственным препаратам. И относить это к натуропатии в чистом виде нельзя. Важно понимать, что очень много научных исследований посвящено медицинским грибам. Это действительно эффективный метод. Необходимо подчеркнуть, что здесь речь идёт о том, что медицинские грибы способны замедлить процесс метастазирования, а не саму опухоль. На этом всё. Я буду очень рад, если информация, которую вы сегодня узнали, была полезна. И буду рад получить обратную связь. А использовали ли вы медицинские грибы?